Народ, привет. Снимаю видео про iPhone SE. Первый день. Первый день. Это, знаете, наверное, будет, может быть, даже ежедневный видеоблог про то, как человек пользуется iPhone SE после iPhone X. И сподвигло меня на это видео один из комментариев к предыдущему. Я, может быть, даже буду, знаете, самый интересный комментарий озвучивать в следующем влоге. Влоге по поводу жизни с SE. Чувак написал, это будет боль. И он написал, я это сегодня утром увидел, и, в принципе, я такой думаю, блин, ты прав. И сегодня в процессе эксплуатации я понял, что он не только был прав, это просто, ну, самое яблочко попадания. Потому что, ну, обо всем поподробнее, но этот комментарий, он уместен, на самом деле, после десятки iPhone SE. Это очень такие интересные ощущения. Они имеют смысл их, может быть, даже испытывать, чтобы опускаться, знаете, как вот, когда ты, допустим, ездишь на Lexus на каком-нибудь, да, и ты такой, шипа, все хорошо, как бы. После Lexus ты садишься на Приору или в общак вообще там, то есть маршрутку, ничего как-нибудь. Ты понимаешь, что, блин, жизнь, она не так проста, как казалось бы, да. Ну, или там, когда ездишь на Ford Fox и, опять-таки, садишь, даже не надо Lexus, да, далеко ходить. Когда ездишь на Ford Fox, садишься на Приору, там, или, ну, вы поняли. Хотя, такой важный момент, я, этот SE, это как бы личный, личный здесь мой номер стоит. Также здесь у меня есть 6S, вот, который подменный рабочий, и у меня есть 7+, тоже рабочий. Этот такой полуличный полурабочий, этот вообще рабочий, здесь все рабочие аккаунты. Я на него снимаю видео, когда я это делаю вот так вот. И, ну, куча-куча программ стоит разных. Кстати, один поход не на это. Вот. Соответственно, вот у меня, по сути, у меня сейчас 3 телефона, но эти телефоны, они были, как всегда, рабочими. Хожу с тремя, да, практически. Это, конечно, излучение мне в голову жесткие, наверное, идут, может, поэтому я такой дурачок. Вот. Да, кстати, сниму прям, опой. И самое важное, что я сходил с этими телефонами, и как бы их считал вообще, то есть, вообще не то. Потому что была десятка. Сейчас, конечно, мнение поменялось. Теперь я больше, может быть, даже вот этой шестесткой пользуюсь. Потому что основой мой телефон СЕ, и он, ребята, он, по нему эмоции следующие. Я вчера, ну, в общем-то, полдня с ним был, и сегодня полдня. Важный момент какой? Когда я им пользуюсь в режиме общения, то есть, когда мне нужно с кем-то пообщаться, что-то там решить, написать, позвонить, или же послушать музыку, а он без проблем подключается к Apple CarPlay машине, ну, здесь свежая прошивка, наверное, в этом дело, то разница с десяткой, кроме как, может быть, скорости, набора номера, скорости вызова дайлера, пролистывания контактов, я не испытал проблем. То есть, в плане ежедневного, everyday использования вот этого, да, нет проблем. Вообще-нибудь, да, он звонит, но есть момент с тем, как он звонит. То есть, связь нормальная, но динамик здесь, вот здесь динамик после десятки говно, блять. Это даже не то, чтобы говно, это, я не знаю, он как будто тише раза в два или в три. И эта проблема, она, вот как мне товарищ сказал, у него пятеска, у стажера, он говорит то, что эта проблема, у него и сложный пятески, просто в десятке божественный разговорный динамик. То есть, ты там слышишь, как будто человек у тебя вот стоит рядом с тобой. На СЕ-шке он хуже, но он хуже ровно настолько, насколько он и дешевле. То есть, он дешевле, можно сказать, пять раз, в пять раз ты будешь хуже слушать, слышать собеседника во время звонка. Это важно, и это, наверное, первый такой момент, когда я разочаровался, я взял хруппу и такой, мама, там еще что-то, я тебя не слышу. Ну вот. Второй момент, который прям, он взял меня вот так вот крепко, и я погорел на этом, это Touch ID. Он здесь стоит первого поколения? Он здесь стоит первого поколения. Сука, это невозможно. А на шестеске второго же, да? Ну, как-то, кстати, я не особо, ну, я здесь его на ней, в принципе, не настроен. Короче, Touch ID на СЕ-шке, это боль, блядь. Вот как написали мне в комментариях, что это будет боль. Touch ID на СЕ-шке, это сраная боль. Почему? Потому что я слишком привык к тому, что я беру телефон, то есть, experience 10, использование 10-ки, я беру телефон, он видит меня, разблокируется и готов к использованию. Это классно. Здесь, смотрите, я его беру, я один и тот же палец добавил раз в пять, наверное, блядь, ну, по максимуму, возможно, чтобы он вообще моментально должен был считывать. Но нет, нихера. У меня, кстати, iPad же Pro, там второго поколения Touch ID, вообще проблем нет. Все-таки разница, конечно, очень существенная. Здесь, смотрите, вот я беру телефон, вы видите, сколько я жду, блядь, сколько я жду времени. То есть, вот, беру телефон, это очень долго. Да, на десятке не быстро работает Face ID, но там не надо прикладывать и ждать. То есть, ты как бы берешь, и в процессе, когда ты его берешь, он видит лицо и считывает. То есть, система работы, контроля, система контроля доступа к телефону, к системе телефона, на десятке также в пять раз лучше, быстрее, качественнее работает. Хотя Face ID первого поколения, типа, работает он, типа, долго, многие ругают, что он иногда не считывает. Херня, после того, как вы, блядь, попользуетесь Touch ID первого поколения, Face ID первого поколения будет в пять, в пять, в шесть, в десять раз лучше, вот на сколько телефона дороги. Это второй важный момент. То есть, первый разговор динамик, второй это все-таки Face ID Touch ID. Следующий момент. Мои большие пальцы. Мои большие пальцы, мои большие руки. Я просто большой, ну, то есть, сто девяносто три сантиметра. Ну, рост, рост сто девяносто три сантиметра. Вот. А вешу я тоже много, ну, короче, у меня очень большие руки. И большие пальцы. И вот смотрите, я беру, на десятке я привык, что все вообще нет проблем. Здесь я беру телефон, и, блядь, я страдаю. То есть, палец мой, он закрывает мне весь экран. Вот так вот. То есть, я беру, и вот, я вообще ничего не вижу. И это напрягает. Но это напрягает после десятки. Я же раньше пользовался 3GS, как-то был тот же большим. Четверки пользовался, не было проблем. А сейчас это неудобно. Хотя, есть здесь плюсик, что всегда уверенно в руке, всегда дотягиваешься до верхней иконки сообщений. Как бы такое. Это вот основные моменты, которые я, наверное, за этот один день активной эксплуатации СЕ почувствовал. По поводу батарейки, кстати. Я с утра вышел из дома с 60% заряда. Да, я им мало пользовался, я по нему мало звонил. Вышел с 65% заряда. Сейчас у меня 33%. При этом Bluetooth постоянно включен, Wi-Fi тут включен. Я даже какие-то программки скачивал. Вот дубльки с Яндекс.Карты скачал, надо флайн-карты скачать. Батарейка вопросов пока нет. Прием качества связи вопросов пока нет. Быстродействие, оно на те же деньги. То есть, потратив на этот телефон 17 тысяч, минус вот этот вот сдача аксессуаров. Вот он 15 тысяч, он, знаете, 15 тысяч работает по скорости работы. Что еще я могу сказать? Приложения открываются, ну, конечно же, не быстро. То есть, ты, особенно если первый раз, если она из строя выкинута, и ты первый раз открываешь, то она может думать. Но это не страшно. Фотографии. Я скачал с iMac фотографии своей там, ну, дочери, допустим. И есть момент, что качество как-то режется под экран, и ты не видишь всех тех красок, яркости и детализации, которые длили на десятки. Но это тоже, я думаю, логично. То есть, она, конечно, не в пять раз хуже, но значительно. Но тут в рамках все дисплеет, то есть, больше и не надо как-то. Вот. В принципе, основные плюсы и минусы я вам донес. Да, напрягает динамик разговорный. Да, напрягает Touch ID безумно, просто он, брать, открывается как собака. А третий момент какой? А, да, что маленький экран? Ну, это мои проблемы, я думаю. Маленьким людям, людям, людям маленьким. Он, в принципе, наверное, подойдет. Но от него есть и положительные эмоции. Вы знаете, он, как сказать, ты за него не паришься. То есть, раньше я думал, что это 10, придешь в зал, еще куда-то, не надо его в ящичке оставить, еще что-то, не дай бог, уронишь. Ну, вот это вот все. То есть, 70 тысяч, такой, 70 тысяч. Здесь ты понимаешь, что, в общем-то, ну, что ему будет? То есть, особенно, если ты одеваешь на него противоударный чехол, стекло вот так вот. То есть, ему вообще, по херу, ну, что будет, не должно с ним ничего случиться. Кстати, умникам, которые пишут, что трясется эти кольца фокусировки в камере, идите нахер. Вот, блядь, у вас человек 20, наверное, написал в предыдущем видео комментарии, где я тряс телефон. Я специально для вас запишу отдельное видео. Ну, не для вас, а вообще, наверное, для Ютуба. Трясется, блядь, там кнопка. Дай-ка свой. Вот, смотрите, эксперимент, где у нас там микрофон сверху. Слышите? Стук. А вот я держу кнопку. Блок, милец. Я тоже... Ну, у тебя вообще откуда-то и другого места. Короче, я... Это просто телефон, это 5S, и телефону очень много времени. Я свой отдельно сниму видео про него, прям вот впритык, с микрофоном, запишу, покажу. Вот. Кстати, вот у товарища... Айчхол. Вот у товарища 5S. Есть, конечно, неприятный момент, что, типа, по форм-фактору один и тот же телефон, и, как бы, может быть, это немножко, немножко может напрягать визуально, потому что, как бы, хотелось бы все-таки... Новая какая-то модель была, новый корпус, но... Но, наверное, это можно терпеть. Ладно, ребят, пришли люди, поэтому я заканчиваю это видео. Подписывайтесь, пишите в комментариях, что вам хотелось увидеть в дальнейшем, и, соответственно, буду снимать показываю ролики. До свидания.